Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу Российская летопись Сегодня 5 марта В этот день в истории нашего Отечества В 1238 году татаро-монгольское войско Батыя захватило город Торжок В 1802 родился Иван Аненков, декабрист В 1856 родился Михаил Врубель, художник В 1861 был обнародован манифест Александра Второго об отмене крепостного права В 1929 коллектив завода Красный Выборжец вызвал другие предприятия СССР на социалистическое соревнование В 1930 в Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр, художественный В 1936 в Москве открылся Центральный детский театр В 1942 в Куйбышеве впервые была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича В 1953 скончался Иосиф Сталин, глава Советского государства В 1970 вступил в силу договор о нераспространении ядерного оружия 5 марта 1238 года татаро-монгольское войско захватило город Торжок В феврале 1238 на Волгу вступили войска хана Батыя Была захвачена столица Северо-Восточной Руси Владимир Еще до осады города великий князь Юрий Всеволодович ушел на север собирать полки против иноземных завоевателей После взятия Владимира Батый направил три отряда к Ярославлю, городцу и Ростову на поиски князя Юрия Четвертый отряд, который возглавил сам Батый, направился к Торжку В то время город был мощной крепостью на юго-востоке Новгородской земли крупным ремесленным центром По пути были захвачены и разорены города Юрьев, Дмитров, Волок, Ламский и Тверь И вскоре войска Батыя осадили Торжок Город защищали его жители Оборона была поистине героическая Но 5 марта город пал Захватчики разграбили и уничтожили Торжок Но его сопротивление помешало по ходу татаро-монгольских войск на Новгород так как войско хана Батыя было обескровлено МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5 марта 1802 года родился Иван Аненков, декабрист Иван Аненков появился на свет в Нижнем Новгороде в семье капитана Александра Аненкова и Анны Якоби, дочери военачальника и государственного деятеля Иван Александрович получил домашнее образование Позже прослушал курс лекций в Московском университете Служил в кавалерийском полку В 1824-м Аненков стал членом Петербургской ячейки Южного общества Это была революционная организация Ее члены намеревались взять власть в столице вынудив императора Александра I отречься от престола После смерти Александра I 14 декабря 1825 года на российский престол вступил новый император Николай I Этот день ознаменовался военными волнениями в Петербурге Аненков участвовал в мятеже на Сенатской площади Затем был арестован и осужден к 15 годам каторги и к пожизненному поселению в Сибири За полгода до восстания он познакомился с Полиной Гебель дочерью наполеоновского офицера Она приехала в Москву после французской революции Работала модисткой в магазине Аненков влюбился в девушку и предложил ей тайно обвенчаться Она же, боясь гнева матери Ивана, отказала Когда Гебель узнала об отправке Ивана Александровича в Сибирь она вымолила у Николая I разрешение следовать за ним Тяжелый путь в Сибирь проделала за 18 дней Когда она увидела Аненкова в старом тулупе с разорванной подкладкой, закованного в кандалы чуть не лишилась чувств Но теперь они были вместе Невозможно описать нашего первого свидания писала она впоследствии той безумной радости, которой мы предались после долгой разлуки забыв все горе и то ужасное положение, в каком мы оба находились В апреле 1828 года в Читинском остроге состоялось их венчание на время которого Саненкова позволили снять кандалы В Сибири мадемуазель Полина превратилась в жену ссыльно-каторжного государственного преступника Просковью Егоровну Аненкову В 1830-м декабристов перевели в город Петровский завод где у Аненковых родились дети В 1856 году Аненков получил разрешение выехать с мест ссылки и начать государственную службу Жить в Санкт-Петербурге и Москве семье было запрещено Аненковы поселились в Нижнем Новгороде в июне 1857 года Там Иван Александрович стал уездным предводителем дворянства и мировым судьей Аненков активно участвовал в проведении главной реформы эпохи Александра II за что в апреле 1861 года был награжден серебряной медалью за труды по освобождению крестьян В Нижнем Новгороде Аненковы прожили 20 лет Полина Просковья Егорна Аненкова оставила книгу воспоминаний о своей жизни, которую продиктовала дочери Ольги Ольга Ивановна перевела ее с французского и издала в 1888 году в русской старине 5 марта 1861 года был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права Согласно переписи населения 1857-1959 годов в крепостной зависимости находилось более 23 миллионов человек из 63 миллионов жителей Российской империи Есть предположение, что у Александра II было увлечение, которое во многом определило ход его царствования Он был страстным охотником и очень любил книгу Тургенева «Записки охотника» Это произведение о трудной жизни крестьян, которые борются с нуждой и сносят жестокость помещиков Впоследствии император говорил, что это произведение окончательно убедило его в необходимости отмены крепостного права Подготовка реформы началась в 1857 году Создание секретного комитета для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян Был подписан и разослан по всей стране рескрипт, который объявлял о начале освобождения крестьян Одновременно развернулось широкое обсуждение реформы в печати Обстановка гласности вынудила помещиков откликнуться на призыв императора К лету 1858-го были созданы губернские дворянские комитеты Для разработки крестьянской реформы с 1859 года при Главном комитете были созданы редакционные комиссии Их работой руководил министр внутренних дел Николай Милютин Большую помощь оказывал ему славянофил Юрий Самарин Помещики с недоверием отнеслись к редакционным комиссиям Дворяне нечерноморских губерний не возражали против наделения крестьян землей Но они требовали за нее огромный выкуп Тем временем в 1860 году в Петербург съехались дворянские представители от черноморских губерний Они критиковали правительственный проект и высказывали нежелание давать крестьянам землю Милютин и Самарин поняли, что реформа не может осуществляться во всей стране Нужно было учитывать и местные особенности Они утверждали, что крестьяне должны быть освобождены с земли А помещикам нужно предоставить гарантированный выкуп Эти идеи и легли в основу крестьянской реформы В Петербурге Александр II подписал законоположение о реформе И манифест об отмене крепостного права И 5 марта 1861 года он был зачитан по всем церквям Он распространялся на 45 губерний России С момента принятия закона крестьяне перестали считаться собственностью Отныне их нельзя было продавать, покупать, дарить и переселять Правительство объявило бывших крестьян свободными сельскими обывателями 5 марта 1942 года в городе Самаре, тогда Куйбышеве Впервые была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича Большая часть симфонии создавалась композитором осенью 1941-го В дни блокады Ленинграда Шостакович писал В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом Моему родному городу Ленинграду я посвящаю свою Седьмую симфонию Вместе с другими ленинградцами Дмитрий Дмитриевич ездил за город рыть укрепления Вместе с преподавателями и студентами жил в здании консерватории Вечерами дежурил на крыше и продолжал преподавать Но главным оружием композитора была музыка Музыка неудержимо рвалась из меня, вспоминал он потом Ни голод, ни осенние холода и отсутствие топлива Ни частые обстрелы и бомбежки Не могли помешать вдохновенному труду 17 сентября 1941-го Шостакович выступил на радио И подгул зенитных орудий заявил Час тому назад я закончил вторую часть своего нового симфонического произведения Я сообщаю об этом для того, чтобы все радиослушатели знали, что жизнь нашего города идет нормально Через 12 дней Шостакович закончил третью часть симфонии А вскоре по распоряжению Смольного был отправлен в эвакуацию в Куйбышев 27 декабря 1941-го симфония была завершена На титульном листе композитор старательно вывел Посвящается городу Ленинграду 5 марта 1942 года в Куйбышеве состоялась премьера симфонии Ее исполнил оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда Концерт транслировали все радиостанции Советского Союза 5 марта 1953 года скончался Иосиф Сталин 28 февраля 1953-го Иосиф Виссарионович вызвал на дачу приближенных Лаврентия Берия, Георгия Маленкова, Никиту Хрущева, Николая Булганина Они отдыхали, пили легкое вино Джарри В 4 утра гости разъехались Проводил их начальник выездной охраны Иван Хрусталев Потом Сталин сказал ему Я ложусь отдыхать, вызывать вас не буду И вы можете спать Подобного распоряжения он никогда не давал Она удивила Хрусталева Охрана до 10 вечера следующего дня Просидела в своей караулке, не смея войти в дом Лишь когда привезли почту, пакет из ЦК Охранники вошли и увидели на полу тела Сталина Он был еще жив Шевелил рукой, но говорить уже не мог Его сразил мощнейший инсульт с кровоизлиянием в мозг Охранники переложили его на диван Начали звонить в политбюро и КГБ В 3 часа ночи 2 марта Приехали Берия и Маленков Берия произнес странную фразу Товарищ Сталин спит, незачем его беспокоить После чего оба уехали Оставив вождя народов на попечении охранников и костылянши Но тут охранники поняли, что если Сталин умрет у них на руках, то им не сдобровать Они вызвали врача В четверть девятого врачи появились Из воспоминаний члена Академии наук профессора Александра Мясникова Вызвали поздно вечером 2 марта 1953 года Как выглядел Сталин Коротковатый и толстоватый, лицо перекошено Правые конечности лежали как плети Диагноз – кровоизлияние в левом полушарии мозга на почве гипертонии и атеросклероза К постели умирающего вызывали дочь Светлану и сына Василия Вслед за ними на дачу каждый день, как на дежурство, стали приезжать члены политбюро 5 марта в 21 час 50 минут Иосиф Виссарионович ушел из жизни Страна погрузилась в траур Сталин был олицетворением великой державы Рыдали мужчины и женщины Пионеры стояли в траурных караулах Дети возлагали к гробу цветы Смерть вождя многие советские люди восприняли как личную трагедию Российская летопись – это история нашего Отечества Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова